МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да и само подписание соглашения вызывает вопросы. Напомню, за ратификацию документа 23 апреля проголосовало 56 депутатов ПСРМ ДПМ. В тот же день по запросу депутатов парламентской группы про Молдову Сергея Сырбу КС приостановил действие кредитного соглашения, а председатель Конституционного суда Владимир Цуркан был смещен с должности. Итак, вы смотрите ТОК-ШОВ «День за днем». Меня зовут Виктория Крюкова. В течение выпуска мы свяжемся с представителями ряда фракций. Первый, с кем мы вышли на связь, Влад Чеботарь, депутат парламентской группы про Молдова. Господин Чеботарь, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер. Я вас хорошо слышу. Отлично. Господин Чеботарь, итак, ваша парламентская группа первая обратилась в Конституционный суд. Какие аргументы вы привели в своем запросе тогда и повторили сегодня? Давайте напомним нашим телезрителям. Во-первых, мы увидели, что путь этого соглашения прошло неопределенный совсем, даже скажем, в противоречии с законодательством процедурой путь. Все началось с того, что, например, мы рассматривали это соглашение 23 апреля в парламенте, а до этого, 18 числа, мы с вами могли прочитать текст этого соглашения на разных информационных порталах молдавских, в котором это соглашение было уже подписано. 23 числа мы рассматривали только вопрос уполномачивания о ведении переговоров и вопрос о заключении. Что же получается в этом случае? Что мы рассматривали документ, который предстоял еще, над которым должны были еще провести переговоры и заключить. А этот документ уже был заключен и подписан молдавской стороной. Это раз. Два. Этот документ не прошел все необходимые пути во всех инстанциях, во всех комиссиях, которые должны высказаться и дать свое согласие для подписания такого соглашения или нет. Например, один из таких институтов является парламентская комиссия по международным отношениям. Комиссия, в котором правящее большинство имеет и большинство в комиссии, и имеет все необходимые инструменты для того, чтобы подписать или дать полномочия для ведения переговоров и подписания такого соглашения. Даже такое элементарное действие властями было пренебрежено. Было огромное количество вопросов касательно того, кто ввел эти переговоры, касательно самих условий этого соглашения. Мы с вами заметили достаточно противоречивые положения этого соглашения, но больше всего, конечно же, вопросов вызывал пункт 7.2, в котором не было понятно всеобъемность обязанностей, которые берет на себя Республика Молдова. Либо же страна берет на себя обязанности только по этому кредиту, либо же и касательно других коммерческих кредитов в пользу других юридических лиц. Потому что таким путем мы видели риски, что эти 200 миллионов могут превратиться в миллиарды или 2 миллиарда долгов, которые не принадлежат государству. Долги, которые вообще-то будут принадлежать каким-то физическим или юридическим лицам, но придется нам, всем гражданам, выплачивать их обратно каким-то коммерческим структурам из Российской Федерации. Это были вопросы, это были риски, которые были установлены. Но мы тогда же пришли и с предложением касательно определенных решений, каким образом должны были бы мы решить все вопросы, которые возникли. И самое главное, не допустить того, чтобы в этом кредите и в этом займе ни мы, ни граждане не верили. Чтобы граждан никто не разбивал бы на людей, которые за и против этого соглашения. И не было бы сформировано такое публичное мнение против этого соглашения. Но страшнее всего, что, к сожалению, мнения и спекуляции, и те вопросы, которые возникли касательно этого соглашения, они, конечно же, высказываются и в части отношений определенных, в части наших граждан касательно отношений Российской Федерации. Есть большая проблема и ответственность правящего класса Республики Молдова и правящего большинства, потому что своим отказом объяснять, своим отказом последовать определенную логическую и законную цепь событий, которые предполагают заключение такого рода соглашения, привели к тому, что это соглашение до сих пор, больше двух недель, она не вступила в силу, есть большие риски, что она может быть задекларирована неконституционной. И страшнее всего, что эти деньги, которые действительно Республика Молдова в них нуждаются, они могут не прийти в Республику Молдову. И это только из-за безалаборности и отместу неграмотности, но и дальше уже и нежелания властей признать свои ошибки и откорректировать их. Если говорить о моральной обстановке, в которой на сегодняшний день суди Конституционного суда будут рассматривать этот вопрос и принимать решение, мы знаем, что в течение последних дней группа судей жаловалась в Генеральную прокуратуру на давление со стороны политиков, на слежку и на всевозможные очерняющие их заявления. Вот это каким-то образом, на ваш взгляд, может отразиться на сегодняшнем решении? Ну, я считаю, что любого рода давления на судей, любого, даже какие-то публичные высказывания в сторону судей, могут повлиять на формирование мнения, конечно, это не должно, но это может повлиять на формирование мнения Конституционных судей. Потому что они тоже люди, они тоже поддаются всем внешним и внутренним факторам, и любое давление может, мы не знаем, к чему может привести. Либо же, что судьи могут бояться вынести какое-то решение, либо же, что судьи могут более субъективно подойти к определенному субъекту и дать определенную оценку. Поэтому любые высказывания, мы все должны были воздерживаться от них, не говоря уже о том, что произошло очень, я бы сказал, страшные события вокруг Конституционного суда и судей Конституционного суда. Я не утверждаю, что это было так или не так, потому что я не видел никаких доказательств. Но сам факт, что было создано такое восприятие, что за судьями незаконно ведется наблюдение, слежка, что на них готовятся уголовные дела, что на них воздействуется путем заставления принятия какого-то решения. Это что-то невообразимое в нашем государстве. Мы такого не знали, не видели. И я надеюсь, конечно, что это неправда, но я убежден, что нам придется очень-очень много времени пытаться доказать обратное, что такое не было, если это действительно не было. А если это было, то я вам скажу, что мы находимся в очень большой проблеме, с которой всему обществу предстоит сделать свои выводы и принять определенные решения, потому что так невозможно. Господин Чеботарь, к сожалению, мы лимитированы во времени. У нас еще очень много людей должны выйти в эфир с нами на связь. Я благодарю вас за то, что нашли возможность и прокомментировали свою позицию, позицию парламентской группы «Промолдова». Пока мои коллеги связываются с Михаим Попшоем, депутатом ПДС, вице-председателем парламента, я хочу подчеркнуть, что с самого начала дня, готовя этот выпуск, мы предлагали партии социалистов, представителей фракции социалистов, принять участие в сегодняшней передаче. До последнего момента, буквально до 6 часов вечера, участником нашего выпуска должен был стать Василий Боле, депутат ПСРМ, человек, который компетентен по этому вопросу. Но, к сожалению, он по-прежнему находится в Конституционном суде, в эти минуты как раз должен выступать со своей позиции, поэтому принять участие он не смог, никто другой из партии социалистов не согласился принять наше приглашение, поэтому, к сожалению, без представителей ПСРМ пройдет сегодня наш выпуск. Я напомню позицию, которую озвучил господин Чеботарь, а вернее позиция парламентской группы «Промолдова». Итак, по мнению этой парламентской группы, прежде всего, в данном соглашении была нарушена процедура, очень много рисков было выявлено в самом соглашении, и соглашение, которое, по мнению парламентской группы «Промолдова», было подписано и обсуждалось преждевременно, еще до того, как оно прошло по процедуре всей необходимой комиссии всех необходимых экспертов. Тем временем мы связались с господином Попшой, Михаил Попшой, депутат ПДС, вице-председатель парламента, с нами на связи. Господин Попшой, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер, слушаю вас хорошо. Господин Попшой, сразу перейду к делу. Вы наверняка сегодня слушали и те заявления, которые сделал министр юстиции господин Нагачевский. В частности, он сравнивал соглашение с Россией о предоставлении кредита с соглашением об ассоциации с ЕС. И то, и другое, по его словам, было принято большинством голосов парламента. И вот он не понимает, в чем тогда вопросы и претензии к кредиту российскому. Одновременно вопросов к соглашению об ассоциации с ЕС не было. Ну, господин министр Нагачевский много чего не понимает, к сожалению. И сравнение, конечно, ни в какие врата не лезет. Потому что, когда нам Евросоюз дает деньги, и это делает Евросоюз часто и очень щедро, особенно, когда дает нам гранты, да и когда дает кредиты под очень хорошие проценты, Евросоюз никогда нам не ставил условия такого типа, что ваши компании, частные компании будут брать кредиты у банков, а потом время вот этих долгов может свободно лечь на плечи молдавских налогоплательщиков. Такого никогда не было и не будет. Почему переговорщики от Министерства финансов допустили, приняли такой пункт в договоре, нам непонятно. То, что говорит господин министр, ну, он пытается как-то объяснить эту весьма неловкую ситуацию для правительства, когда они приняли такие условия, которые всем понятно, что идут наперекор интересам Республики Молдова и ставят под удар экономическую безопасность всей страны. Господин Попшой, будут ли учтены аргументы, которые привели, на ваш взгляд, привела парламентская группа про Молдова, депутаты ПДС в сегодняшнем решении? Как вы считаете? И я в своем вопросе веду к недавним заявлениям судей Конституционного суда, которые до этого отмечали, что на них оказывается давление. И на ваш взгляд, это может как-то отразиться на сегодняшнем решении? Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы любое давление, откуда бы оно ни исходило, влияло на решение судей Конституционного суда либо каких-либо других судей в этой стране. Потому что если мы хотим построить в стране правовое государство, то никакое влияние на судебную систему, особенно на Конституционный суд, не допустим. Поэтому мне бы очень, конечно, не хотелось, чтобы никакое влияние с никакой стороны не влияло на результат судейского решения. Это решение должно быть результатом лишь того, как понимают судьи и как они интерпретируют закон и Конституцию и те доказательства, которые им были приведены в слушании. Некоторые эксперты отмечают, господин Попшой, что вся возникшая ситуация вокруг Конституционного суда, все те скандалы, слухи, которые сейчас рождаются о самих судьях, уляжутся, как только будет поставлена точка в вопросе о ратификации соглашения по российскому кредиту. Как вы считаете, действительно так? Либо мы открыли ящик Пандоры? Ну, мне судить трудно. Я не знаю, как это воспринимает Конституционный суд. Я надеюсь, что вся эта возня в прессе, все эти атаки, весь этот черный пиар, который на них сейчас впустили, мне очень хотелось бы, чтобы на них это не влияло, потому что это и по-человечески очень неприятно. Но то, что это происходит, это факт. Это происходит из СМИ социалистов, они таким и таким, потому что они попытались наверняка повлиять и иными путями. Мы видели то, что некоторые судьи обратились в прокуратуру, что на них производится давление. И это происходит через прессу, мы это видим, апеллированы, ангажированы социалистам. Это, конечно, прискорбно. В правовом государстве, в государстве, где уважается закон и верховенство закона, такого происходить не должно. Поэтому мне бы, конечно, очень хотелось по-человечески, чтобы судьи Конституционного суда поменьше брали во внимание. Хотя, конечно, некоторые эти изъявления в прессе социалистов могут иметь какое-то влияние на эмоциональном уровне, что ли. Потому что это, конечно, очень неприятно, когда про тебя распространяют всякие слухи, сплетни, которые не имеют ничего общего с реальностью. Ксен Попшой, давайте немножко с вами порассуждаем. Вот буквально два прогноза, но вариантов, наверное, все-таки два. Либо соглашение о российском кредите будет признано законным, либо незаконным. В обоих случаях какие последствия ждут Молдову? И тут я хочу сразу напомнить, что сегодня господин Ногачевский в своем выступлении отметил, что в случае непринятия, непризнания законом это соглашение, все это может повлиять на взаимоотношения Молдовы с Россией, например. Ну, это проблема господина Ногачевского и господина Дадона, что они допустили такие унизительные пункты в договоре, которые влияют на экономическую безопасность страны. Их допускать не надо было. И если все же данный кредит, данный договор будет признан конституционным, то это будет очень-очень большим временем и очень серьезным риском для экономической безопасности Молдова. Если же он будет признан неконституционным, то будем надеяться, что правительство сможет договориться с Российской Федерацией, убрать вот эти самые проблемные пункты, которые бьют по суверенитету и по экономической безопасности страны. И Россия, если Кремль искренне хочет помочь стране или даже тому же Дадону, то все равно они эти деньги дадут. Даже если эти вот самые проблематичные пункты, это 7.2 про гроз гарантии, про долги, которые могут лечь на плечи налогоплательщиков Молдовы, даже если эти пункты будут сняты, то Россия все равно даст этот кредит Республике Молдова. Если же это не произойдет, то это заставит всех задуматься, не было ли это на самом деле уловкой, не было ли это таким медвежьим кредитом или медвежьей услугой для Республики Молдова. С одной стороны рукой даешь и двумя руками берешь обратно. Касмин Попшоев, спасибо большое за то, что нашли для нас время, высказали свою позицию. Михаил Попшоев, вице-спикер парламента, депутат ПДС был с нами на связи. И пока мы связываемся с Дмитрием Дьяковым, почетным председателем Демократической партии Молдовы, я предлагаю посмотреть короткий сюжет для того, чтобы вспомнить предысторию этого вопроса. Решающий день. Конституционный суд должен высказаться по соглашению о российском кредите, ранее ратифицированном парламентом. Судьи рассматривают обращения депутатов от ПРО Молдова, ПДС и ППДП относительно конституционности документа. По мнению оппозиции, были нарушены процедуры его согласования и подписания. Правительство обвинения отвергает. Соглашение предусматривает выделение Молдове России кредитов в 200 миллионов евро. КС приостановил действие закона о ратификации 23 апреля из-за жалобы парламентской группы ПРО Молдова. Позже в учреждения обратились депутаты от ПДС. Итак, все время мы связались с Дмитрием Дьяковым, почетным председателем Демократической партии Молдова. Господин Дьяков, добрый вечер. Вы нас слышите? Да, слышу вас. Отлично. Господин Дьяков, как вам со стороны видится вся эта ситуация? Ой, вы знаете, мне даже неудобно выражаться в эфире, что я чувствую. Я чувствую стыд, я чувствую неудобства, я чувствую, что мы со стороны серьезных людей выглядим так примитивно, провинциально, популистки. Ну, что делать, судьба такая в нашей политике, в нашей ситуации. Вы говорите, что мы выглядим примитивно и популистки. Почему примитивно? Оппозиция, парламентская оппозиция приводит аргументы, связанные с экономическими аспектами, с международной практикой, ну и как будто бы аргументы серьезные. Вы с этим не согласны? Ну, это вы бы 7 месяцев назад говорили бы совсем по-другому, сейчас говорите так. Вы знаете, может быть, это соглашение имеет какие-то нюансы, какие-то изъяны чуточку, но точно это проблема правительства, точно это проблема парламента, и точно это не проблема Конституционного суда. Нигде в Конституции не расписаны какие-то положения, как подписываются и как принимаются межгосударственные соглашения по каким-то там анпромотам, или как это называется? Кредитам. Ну, что делать, я же понимаю, я же понимаю, год предвыборный, год президентских выборов, и все участники, которые очень красиво говорили о судьбе страны, о заботе, о том, что не дай бог, они же будущие участники президентских выборов. Поэтому я все это понимаю. Но, с другой стороны, есть Республика Молдова, есть сотни тысяч граждан, есть предприятия, есть малый бизнес, которые ждут от государства помощи, от государства ждут какой-то поддержки. А наше государство, к большому сожалению, бедненькое государство, не имеет такие возможности, как Германия, как Америка, как выделить из бюджета какие-то собственные миллиарды, триллионы и так далее. Мы можем рассчитывать на какие-то кредиты, на какие-то одолжить деньги у международных финансовых структур, в данном случае у Российской Федерации, и тем самым помочь бизнесу, помочь людям, помочь реализоваться каким-то проектом. Но, учитывая, что у нас президентские выборы, все начинают чирикать, все начинают придумывать, все начинают возмущаться. Господин Дьяков, вот если позволите... Это нескончаемое, к большому сожалению. Да. Да, если позволите, господин Дьяков, вот парламентская позиция, несколько представителей ее уже высказали в течение этого выпуска, не отрицает того, что действительно Молдове нужны деньги и того, что мы находимся в кризисной ситуации, но подчеркивает, что условия получения этого кредита вызывают вопросы. И условия получения этого кредита могут стать грабительскими для граждан страны. Вы с этим не согласны? Конечно. Ну, это глупости. Это чисто политический взгляд на эти проблемы. Есть некоторое недопонимание вот этого параграфа 7.2. Да. Я лично подписывал поправку к этому 7.2, что любые гарантии правительства, любые гарантии частным структурам, о том, что они берут какие-то кредиты в российских банках, проходит через парламент Республики Молдова. То есть 100% мы обеспечены, гарантированы, что ни одна структура, ни одна фирма, ни одна мафия, ни одно учреждение не сможет взять кредиты у Российской Федерации, если это не пройдет через парламент. И через те же наши фракции, которые присутствуют, и у наших коллег есть возможность тогда поднять шум, возмутиться. Но сейчас дайте возможность, потому что мы взяли, то есть правительство взяло этот кредит, мы внесли поправки в бюджет. И эти 4 с чем-то миллиардов, 4 с чем-то миллиардов рублей расписаны по статейно, по там, где какие-то инвестиционные проекты. Часть суммы идет на компенсацию каких-то убытков малых и средних предприятий. Часть фирмам на поддержку сельского хозяйства. Часть сумм идет на социальные нужды, на пенсии, на зарплаты и так далее. Поэтому, конечно, наши дорогие и уважаемые друзья из оппозиции, они же должны это понимать. И они в частных виситах все это понимают. Но, учитывая, что президентские выборы, не дай бог, этим кредитом воспользуются Тадон или кто-нибудь другой из власти, вот решили поднять эту бучу. Но со стороны серьезных структур, серьезных стран, конечно, мы выглядим, по крайней мере, очень несерьезно. Ну, что делать? Это наша такая судьба, понимаете? Я читал высказывание господина Павловского, который работал в европейском суде, который, насколько я вспоминаю, был то ли в ПАСе, то ли в ПДДА. То есть никакой связи не имеет ни с социалистами, ни с демократами. И он говорит, что проблемы вот этого кредита не имеют никакого отношения к конституционному суду. Или наоборот, конституционный суд не имеет никакого отношения. Очень спорный вопрос. Конечно, мы будем так. Давайте мы с вами тогда порассуждаем о дальнейшем исходе. Но поскольку в любом случае спорный это вопрос или нет, он уже находится в конституционном суде. Это необратимый процесс. И дальнейшее решение принимать судем конституционного суда, если закон о ратификации этого соглашения будет признан неконституционным. К чему это может привести? И возможно ли, как немногим ранее говорил вице-спикер парламента господин Попшой, чтобы наше правительство пересмотрело определенные спорные пункты с российской стороной. Те самые пункты, которые и вызывают вопросы у оппозиции. Конечно, конечно, мы будем ждать с нетерпением решения, окончательное решение конституционного суда. И, конечно, после этого нужно будет собраться, прежде всего, правительству и принять решение. Я думаю, что надо относиться к этому делу спокойно, правительству, парламенту можно с легким юмором относиться к этому делу. И принять какое-то решение. Или правительство вновь войдет в парламент с предложением принять закон с определенными поправками. Или очень быстро договоряться с российской стороной, переписать это соглашение и какие-то пункты пересогласовывать, подписать и быстренько тоже вернуться в парламент. Если наши партнеры скажут, дорогие друзья, молдаване, ну это никуда не годится, мы не готовы, мы подписали, вы отказались, это ваше дело. Тогда придется, конечно, вернуться в парламент, вернуться к поправкам в бюджет и найти возможность эти 4 миллиарда с чем-то из бюджета вычеркнуть. И тогда, конечно, это будет очень болезненный процесс, потому что он будет затрагивать все стороны нашей деятельности. Инвестиционные какие-то проекты, социальные какие-то проекты, поддержка малого, среднего бизнеса, сельского хозяйства. И, конечно, в конце концов, это уже плохо. Плохо и для власти, плохо и для оппозиции, потому что мы все являемся гражданами этой страны, и кроме политики нас должны интересовать еще жизнь, которая окружает нас. Посмотрим, посмотрим. Не будем сейчас, как бы, опережать события. Конечно, очень смахивает на то, что Конституционный суд будет выполнять, как бы, так сказать, заказ оппозиции. Параллельно будут, видимо, рассуждения об амбажировании. Я считаю, что независимый и независимый должен быть, но я не могу гарантировать, что у нас не появятся какие-то комментарии, какие-то голоса, которые будут рассуждать на тему, так сказать, ангажированности или неангажированности Конституционного суда. Это уже дело Конституционного суда, как он проаргументирует свое сегодняшнее решение. Господин Яков, некоторое время назад суди Конституционного суда обратились в Генпрокуратуру и жаловывались на то, что в том числе политики оказывают на них давление, ставят под сомнение их честность, неподкупность и репутацию. Вы считаете, давление есть или нет? Что-то впервые у нас в Молдавии происходит. Как относится общество и политику к Конституционному суду, многое зависит от самого Конституционного суда. Мы, к сожалению, вы поднимите немножко архивы, посмотрите, что говорят сегодняшние оппозиционеры, что говорили о прошлых составах Конституционного суда. И вы поймете, что сегодня они призывают не дай бог вмешиваться, а тогда они говорили, они используют такие выражения, что просто волосы дымом встают. Поэтому мы не будем, вот я лично не буду пользоваться такими острыми выражениями. Я очень надеюсь, что Конституционный суд примет взвешенные решения и не поставит страну перед сложной ситуацией. С другой стороны, я готов на все. Посмотрим, посмотрим, какое это будет принято решение. В любом случае, я призываю всех, и власть, и оппозицию к спокойному анализу ситуации. Не надо нагнетать атмосферу, не надо обвинять друг друга. И понимать, что, к большому сожалению, в такой обстановке мы живем уже не один год. И нам, в конце концов, надо будет решать вопросы более капитально о политическом устройстве нашей страны. Но это вопросы перспектив, вопросы, так сказать, такого, вы знаете, общего обсуждения. Я не знаю, когда это время придет. Я абсолютно убежден, что придет, когда мы все сядем за стол переговоров и будем искать способ неконфронтационного устройства государства. Сегодня все, что мы имеем, направлено на конфронтацию. И это вызывает очень большое сожаление. Я с положением своего опыта, мы прожили разные периоды, разные ситуации. И я очень хотел бы скорее дойти до того, что мы будем все эти вопросы решать совместно. Женщиков, к сожалению, наше время ограничено. И нам остается только дожидаться сегодняшнего решения Конституционного суда. Спасибо большое за то, что присоединились к нам. Дмитрий Дьяков, почетный председатель Демократической партии Молдовы, был с нами на связи. В течение выпуска мы пытались связаться с Александром Слуцарем, вице-председателем парламента и депутатом по ПДП. К сожалению, несмотря на то, что он обещал выйти с нами на связь, вероятнее всего, не смог в эти минуты. И напомню, что и партия социалистов тоже не смогла никого делегировать для участия в нашем выпуске. Хотя мы очень хотели представить все позиции, помимо Василия Боли, который сейчас находится в Конституционном суде и в минуты нашего ток-шоу как раз выступал, больше никто не смог высказать позицию ПСР. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Виктория Крюкова, прощаюсь с вами. Напомню, что завтра, как обычно, по пятнице мы выйдем в эфир в 13.20. Увидимся в ток-шоу «День за днем». Всего доброго.